Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За уживых оплакив и мертвых разбиваем молнии» мы сегодня будем говорить о не очень хорошей теме. Дремучий Витамода заявляет, что новичок сделан в Латвии. Ну, пожалуйста, вот его письмо. У нас есть скриншот. Он потом этот скриншот удалил, но тем не менее мы успели его сделать. Ну, он пишет всякие разности, я думаю, что они вас не очень интересуют, потому что в основном это какие-то нарушения мышления. А вот дальше он пишет, я начинал работать у брата в Институте органического синтеза в Риге, где там, где Мельдоний, Новичок и так далее синтезировали. И так он утверждает, что Новичок был синтезирован в Латвии. Ну, мы бы не обратили на это внимание, но дело в том, что вот это письмо было получено в то самое время, когда Россия получила призыв организации по запрещению химического оружия ответить на целый ряд вопросов по делу Навального. Ну, конечно, наше правительство ответило 45 странам, которые участвовали в создании этого вопроса, ну, и ответили, как всегда, что сами вы такие. Вот, но, к сожалению, вот это совпадение, вот утверждение дремучего Витамода о том, что Новичок сделан в Риге, в Институте органического синтеза, ну, кто-то подумает, что все это какая-то ерунда, и не стоит на это обращать внимание. Беда в том, что латвийский след в деле Новичка уже был, и даже Путин обсуждал этот след с Макроном в своем телефонном разговоре. След идет через какого-то бывшего ОМОНовца, который потом стал гангстером, который потом уехал из Латвии. В общем, темная какая-то история. Значит, вот получается, что дремучий Витамода, вот эту историю о том, что Новичок был создан, синтезирован в Латвии, подтверждает. И вот тут у нас возник на нашей редколлегии возникли вообще такие достаточно тяжелые терки, потому что мы не знали, как на это отвечать. Понятно, что это провокация со стороны Витамода. Как вот это все отвечать? Некоторые из нас посчитали, что вообще не нужно это обращать внимание, то есть пропустить, оставить без какого-либо ответа. Я настаивал на том, что мы должны ответить на эту провокацию, и ответить на эту провокацию совершенно адекватно. Ну вот моя точка зрения победила, поэтому я сегодня вам рассказываю о сути дела. Вы знаете, что мы провели специальный опрос, и именно этот опрос и подвиг остальных членов нашей редколлегии на то, что действительно можно высказаться по этому поводу. Действительно, из 342 зрителей, которые приняли участие в этом опросе, обратите внимание, ложь 18%, авгдеж 28%, провокация 14%. Итого в сумме 60% наших зрителей. Спасибо вам, кстати, большое. У нас очень хорошие зрители. Они посчитали, что это действительно ложь, авгдеж и провокация. Надо вам сказать, что Витамода уже не первый раз ловится нам на лжи, авгдежа и провокации. Ну и как тут не вспомнить такие слова? Единожды солгавшись, солжет еще не раз. Не верь ему напрасно, гони вруна тот час. Доверившись лгуну, себя обманешь ты. Во веки врать гораздо они обречены. Насколько я знаю, стихи современного таджикского поэта. Если я кого-то неправильно что-то сказал, но мне эти стихи очень и очень понравились. Так вот, мы действительно уже ловили этого самого Витамода на лжи неоднократно. Слушаем. Бензодиазепины синтезируются дальше из того же самого опиума. Ну тут даже опровергать нечего. То есть любой человек, маломальский, знающий химию, знает, что бензодиазепины из опиума не синтезируются. А следующее вранье, о котором мы тоже уже рассказывали. На лирику пригаболин подсесть невозможно. Это габа-система. Это смазка мозга. Невозможно подсесть на лирику. Открываем инструкцию. В инструкции четко сказано, что имеется сообщение о случаях развития зависимости при применении пригаболина. Что тут опровергать, собственно говоря. Итак, врет как силой Витамода. Надо вам сказать, что эта точка зрения о том, что этот новичок был синтезирован в Латвии, опровергается самой латвийской стороной. Уж мы приходится даже до чего доходим. Приходится латвийскую сторону охранять от институции Витамода. Обратите внимание, это интервью с академиком и членом научного совета института этого самого оргсинтеза. Академиком Ивэром Калвиншем, который утверждает, что вообще-то говоря, синтезировать новичок можно, но для этого нужна специализированная лаборатория. А этой лаборатории не было. Ну, казалось бы, инцидент исчерпан. Очередное вранье со стороны дремучего Витамода. Очередная провокация. Очередная обгдежь и ложь. Но, обратите внимание, беда не в том, что кто-то лжет. А беда в том, что кто-то этому верит. Из 342 зрителей, которые приняли участие в опросе, 8% сказали, что это правда. Что новичок синтезировал в Латвии. Затруднились с ответом 32%. То есть, 40 человек, так или иначе, у них либо мнение, что это правда, либо свое мнение они не сформировали. Что бы нам хотелось. То есть, это большое число людей. 40%. Опять же, еще это наши зрители, которые достаточно подготовленная аудитория. Потому, что мы стараемся избавляться от всяких троллей, которые ничего каналу не приносят. Что бы я хотел сказать. Я бы хотел попросить... Я знаю, что нас в Латвии слушают. Я бы хотел попросить латышей разобраться с ситуацией. Они бы как-то между собой договорились. То есть, я понимаю, что латвийскому государству, вообще-то говоря, наплевать, что господин Витамода издевается, консультирует российских больных в нарушении закона, издевается над ними. Мы об этом будем еще рассказывать и докажем, что он издевается. И я понимаю, что латвийской стороне на это, в общем-то, наплевать. Но это же россияне страдают, а не страдают жители Латвии. Но хотя бы, наверное, надо задумываться о том, что говорит о своем собственном государстве вот эта самая Витамода, господин Андрис Саулитис. Я думаю, что хотя бы нужно выразить какое-то отношение к его высказываниям. Я жду этого отношения и со стороны института, который называется Институт органического синтеза, ну и со стороны также других компетентных органов. Потому что я считаю, что дело зашло слишком далеко. Как всегда в конце нашего ролика, я вас очень прошу, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Кто еще будет вам откровенно рассказывать вот про такие вещи? Я думаю, что никто. Я вас очень прошу, пожалуйста, пишите нам комменты, ставьте нам лайки. Хотите облагодарить нас за этот ролик, вы найдете в его описании реквизиты счета. До новых встреч!